Независимо в каком качестве мы пришли сюда, но главное то, что мы пришли для того, чтобы иметь общение с Богом и друг с другом. И хотя такие встречи бывают регулярно, но не очень часто, я думаю, что они надолго запоминаются. И, может быть, те, которые раньше еще были такими молодыми очень, то сегодня уже имеют какой-то опыт жизненный, чему-то научились, но каждая встреча, она не проходит даром, ни для кого. Мы знаем, что Иисус Христос со многими людьми встречался, и люди после встречи с Ним изменялись. Один человек выразился и сказал так, что не было равнодушных, либо начинали Иисуса принимать, и им было хорошо со Христом, или начинали Его гнать. Вообще сегодня свою позицию мы не можем определить никакой по отношению к Богу. Мы либо на Него стороне, либо мы Его противники. Вы помните, Христос однажды обращаясь сказал, что кто с Ним не собирает, тот что делает? Расточает. Человек не может говорить, а я никакую сторону не занимаю, я ни на чьей стороне. Я держу нейтралитет, нету Его. И я благодарю Бога, что сегодня столько много молодых, красивых, служат Господу. Время у каждого свое есть. Я вспоминаю, казалось бы так, все было недавно, вот буквально, а уже прошло 27 лет, когда мне предложили поехать оттуда с запада, в Иркутск, попроповедовать, рассказать людям о Христе. Я согласился, был молодым, ничем не обремененным, не связанным. А что молодому? Можно. И уже столько времени я нахожусь в сибирской земле, в Иркутске. И я благодарю Бога. И я для вас хочу сказать, мои дорогие молодые братья, сестры, я ни разу не пожалел, что я сделал для себя такой выбор. Даже, вы знаете, если бы, может быть, сложилось совершенно по-другому все, и время не поменялось, может быть, какие-то трудности пришлось бы переживать за то, что мы проповедуем Евангелие, все равно искренне не пожалеет никто о том, что время свое, молодые годы свои, человек посвятил Господу. Слава нашему Иисусу Христу. Он нас нашел не тогда, когда мы что-то сделали хорошее. Он не тогда нас избрал, когда мы были замечательными людьми. Но Слово Божие говорит, чтобы мы посмотрели, чтобы мы обратили внимание, кто мы. Кто мы? Благородные, сильные, славные люди. И если мы так посмотрим на себя, то мы скажем, Господи, да я ничем не отличался от других. Может быть, было гораздо много лучше нас. И в том, что их замечали, признавали, может быть, их любили, как брат Володя говорил. И они были сильными людьми. Может быть. Но почему-то Бог нашел нас. И за это Ему я хотел бы, чтобы мы сказали слава. Я хочу вместе с вами сегодня порассуждать даже над неполным стихом 2-го послания Петра. Я думаю, что вы прекрасно знаете это место 1-й главы 2-го послания Петра. И вот 10-й стих даже не весь я прочитаю. Петр призывает и говорит, посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Хотел бы обратить внимание на то, что говорит здесь апостол Петр. Поэтому старайтесь делать. Есть вещи, которые в нашу жизнь приходят само собой как разумеющиеся. Вот мы все взрослели, и вы взрослели все. Скажите, сколько ребенок, ну, когда ему лет 7, 10 даже, да? Сколько времени он думает о том, чтобы ему что-то покушать, одеться ему? И вообще думает ли он об этом или нет? Как вообще волнует его бюджет семейный? Сколько родителей зарабатывают? А? Нет, да? Почему-то не волнует. Понимает так, что обувь стала маленькой? Даже мама, папа это знают и, естественно, на это отреагируют правильно. Пойдут в магазин, сами ли. Я помню, не всегда брали в магазин, иногда так палочкой ногу померяют. Ну, а сами едут, покупают. И точно покупали. Как раз. Это была забота родителей, правда? Это их переживание было. А мы знали, что нам нужно быть послушными. А нам так говорили они. Вы слушайтесь, а стоя все, это не ваше дело. Придет время, когда вы будете заботиться, когда вы будете переживать. Мать, придет это время. Но сегодня у вас нет этих забот. Вы сегодня растете. Нас водили в собрание, брали тоже за руку. Я помню себя, вот сколько помню, я помню, столько меня брали в собрание. Мои родители. И вы знаете, я очень благодарен им за это. Что они это делали. Может быть, им не совсем было со мной хорошо. Как и сегодня. Может быть, не все дети же одинаковые. Да, кто-то сидит спокойно. А есть дети, которые не могут на месте на одном сидеть. Им постоянно нужно что-то делать. Они такие очень энергичные. Но родители не переживают, что их дети такие. Они хотят, чтобы они были вместе с ними. Это правильно. Я, знаете, вспоминаю случай, который произвел с израильским народом. Когда Моисей поставлен на то, чтобы выводить народ израильский. Помните, как он Фараону заявил? Когда Фараон сказал, ну вы одни мужчины, сходите. Там на три дня пути. Принесите жертву, послужите Господу. Ну и все. А что заответил Моисей? Пойдем все. С малолетними, с грудными нашими. Со всем скотом. Совсем мы пойдем. Мы все будем служить Господу. Слава Богу, друзья мои. И я помню, тоже братья сегодня немножко уже вскользь замечали этот момент. Когда ругали наших родителей за то. Что мы вместе с ними были на собрании. Я еще не ходил в школу. Мои двоюродные, они жили рядом. По соседству были постарше меня. И уже учились в школе. Вот. Ну и пришел там учитель. А сестра моя очень хорошо училась. Старшая, самая двоюродная. И начала там говорить. Да вот что вы детям своим говорите о Боге. Давно же никакого Бога. Люди доказали. Нет, ученые доказали. В космос летали. Что вы там говорите? Ну и я там был возле мамки, возле своей. Ну и слушал, слушал. И говорю. Дяденька, не обманывайте. Бог есть. А вы знаете, он так спохватился, как его передернуло вроде током. Видите, чему научили? Видите, чему научили? Слава Богу, что научили. Слава Богу. Друзья мои. Сегодня те люди, которые отвергают Бога, они хотят о нем знать. Они в гораздо сложнейших обстоятельствах оказываются по сравнению с теми, которые знают Бога. Может быть, кому-то трудно сегодня найти ответы на свои вопросы, а мы знаем, где их искать. Нас научили, правда? И говорят, что что-то возникло. Мы дверь закрываем за собой, на колени склоняемся и к тому Богу, который там на небесах, которого мы не видим, но мы верим, что Он слышит нас. Слава Ему. Он слышит, Он отвечает. Может быть, вас многих сюда тоже родители позаботились о том, чтобы вы пришли, позвали вас, дали денег на дорогу, благословили и неправильно сделали. Правильно. Я не раз думаю, когда мы молимся за детей, маленькие детей, которых приносят и благословляют церкви, у вас тоже так делают везде, правда? И вас, наверное, многих также приносили и надо мной молились. Я думаю, ведь возле Христа сколько народу было, сколько было больных, сколько было нуждающихся. Ну и порой взрослые так говорят, дети, вы пока там побудьте где-то, отстаньте пока, не мешайте. Вот тут вопросы такие решаются. И представьте, Христос такие все вопросы решал, и ученики, естественно, со своей позиции, как они понимали этот вопрос, они говорят, наверное, родителям, слушайте, ну вы как-то своих детей заберите, ну видите, они здесь мешают. Христос похвалил их за это. Почему-то нет. Почему-то нет. Он сказал, пустите детей приходить ко мне. Наверное, мамы были довольные. Так хорошо. Он брал их на руки, благословлял их. Это была его забота, и он сказал слова, которые так трогают мое сердце. Он говорит, таковых есть Царство Небесное. Если не умолитесь и не будете, как дети, в Царство Божие войти невозможно. Слава Господу, что мы можем приходить к Богу, и Он благословляет нас и наших детей. Но что же все-таки говорит апостол Петр в этих словах? Он говорит о звании нашем, и что еще? Избрание наше, да? Затрагивает два таких вопроса. И не просто Он говорит, что это что-то есть в вашей жизни. Вот назвали тебя Василием, назвали тебя Николаем, Марии назвали, или Татьяной назвали. И вот это твое звание, да? Что-то другое, да? Вкладывает сюда апостол Петр. Вот, и я хотел бы думать так, как и вы думаете. Все-таки же, что это за звание мы получили от нашего Господа? Кто служил в армии, тот знает, что звание, вообще-то, это непростое дело. Говорят, в армии его нужно, что? Заслужить, да? И никого сразу же, после даже, вот, армейской такой подготовки, да? Высшего этого учебного заведения, которое готовят офицеров, не назначают генералом. А почему? Ну, сразу бы отучился и получил генеральские погоны. Нет. Кого получают? Лейтенанта, да? Дают лейтенанта. И вот он начинает служить. А там смотрят на него. И кто-то может и 20 лет прослужить, да? Да служится только, может быть, до майора там или до подполковника. А для того, чтобы получить какое-то высшее звание, нужно еще учиться, оказывается, недостаточно. Там повыше надо учиться. О чем говорит апостол Петр? О тех наших земных званиях, которые мы можем здесь приобрести на земле? Я думаю, нет. Я думаю, нет. Вы помните, его же соратник, ученик Иисуса Христа Иоанн, он говорит, смотрите, какую любовь дал нам Отец. Какую любовь Он нам дал? Называться и быть детьми Божьими. И я думаю, звание сына или дочери Господа нашего, Отца Небесного, я думаю, что выше звания нет. Представьте себе, вы стоите в очереди на прием к президенту. Ну, у вас есть вопрос какой-то. И приходит сын там или дочь президента. И вы говорите, а ну-ка встань в очередь. Скажете вы так, нет? А? Не скажете, правда не скажете? А почему? Президент президентом, но для него он папа родной. Правда? А для нас, да, президент. Так вот, Бог нам дал звание то, которое здесь в мире. Нельзя никак его найти, купить, приобрести. Потому что много в мире можно приобрести. Сегодня говорят, если есть деньги, то можно приобрести все. Некоторые идут дальше, говорят, что нельзя купить за деньги, за большие деньги всегда можно купить. Сегодня люди по-разному подходят к этому вопросу. Но поймите, то, что дает Бог, не приобретешь и не купишь ни за какие деньги, и самые большие. Но Петр принимал это, и он в послании своем, он говорит, что он сделал нас царственным священством. Народом святым. Своим народом. Он дал нам это звание, друзья мои. Каждого в свое время он назвал своим сыном и своей дочерью. Это великая милость Божья. Я сказал, что я не пожалел ни разу о том, какой путь я для себя избрал. Володя немножко сказал о том, что чувствовал притеснение в школе. Я тоже чувствовал это притеснение. Когда на любой политинформации говорили о том, что верующие это пережитки прошлого. Ну и склоняли по всем падежам дальше. Разбирали разные такие повести, там книги были даже, я помню, кое-какие были. И начинали вот это все прокручивать и говорить, да вот они такие-то, вот эти верующие. Это у них делается. Вот так они себя ведут. Неприятно. Я знал, когда я учился, что дальше учиться меня не пустят. Я знал об этом. Никаких перспектив в этом плане я не строил для себя. Но вы знаете, я вам честно признаюсь, у меня никогда не было мысли стать мирским человеком. Я не думал даже об этом. Когда так было заложено оно с самого начала, что верующим быть, пусть даже это сегодня, как говорят, не круто, вот никаких перспектив, но это надежда на жизнь вечную и на будущность. Слава Господу. И вы знаете, мы так с этим жили. То старшее наше поколение, вернее, старше нашего поколения, оно прошло через многие испытания и трудности. Им пришлось доказывать свою верность тем, что их лишали семей, а некоторые лишили были из жизни, но они остались верны Господу. Дорогие мои молодые братья и сестры, я хочу обратиться к вам сегодня, чтобы вы сделали этот выбор, если вы его еще не сделали, и сделали правильный выбор. Сегодня, казалось бы, за эти вопросы никто не смеется, может быть, где-то еще что-то осталось. Но, в принципе, принимают и понимают, и говорят, да что такого, ну верующий, верующий, будь верующим, вот. Но чтобы мы не свыклись с той мыслью, что христианство – это что-то такое отвлеченное. Я могу всегда вести себя, как хочу, но когда нужно, касается это моей веры, я христианин. Сегодня таких христиан очень много, к сожалению, которые, они внутри не изменились и не стали другими. А апостол Петр говорит, что это звание, это звание дитяти Божьего, оно дается самим Богом. И вы знаете, легко его можно потерять. И я знаю сегодня тех людей, которые на какой-то поры они следовали за Господом, но в силу обстоятельств и причин каких-либо, они почему-то ушли от Господа. Я не берусь сегодня судить кого-то или обвинять кого-то, нет, поймите меня. Я хочу сказать, чтобы сделанный нам и выбор никогда не был изменен. И если мы решили в своем сердце следовать за Господом, то следовать. Мы много знаем библейских примеров, когда люди, люди молодые, люди, которые, казалось бы, только начинали жить, они посвятили жизнь Господу. Сегодня уже вспоминали о Самуиле, пророк, который стал известен, написанно, от Дана до Версавии. Он был посвящен своей мамой. Когда? Когда? Когда его еще в зачатии не было. Потому что она молилась и говорила, Господи, если Ты услышишь, если Ты призришь и дашь мне младенца мужеского пола, то я отдам его на все дни жизни на служение Тебе. Она молилась. И мы смотрим и видим результат. Бабь, замечательный человек, пророк всего Израиля, Самуил. Может быть, кто-то из находящихся здесь точно так же был вымолен своими родителями, и о ком-то родителе молились и говорили, Господи, если Ты дашь, то пусть он Тебе служит. И это слава Богу. Мне хотелось бы, дорогие мои молодые, чтобы вы очень хорошо для себя уяснили истину, что с Господом всегда легко. Даже когда трудно. Даже когда ничего не видать. И даже когда, казалось бы, все направлено против вас. С Господом легко. Мы сможем и с Ним преодолеть все преграды и трудности в нашей жизни. Это звание, оно дает нам большую возможность приступать к престолу благодати. Не как-то крадучись, не как-то боясь, не так, что коленки дрожат. Хотя благоговейный страх мы все переживаем. Но у нас есть, друзья мои, сегодня Богом данное нам право приходить к Нему, взывать к Нему, обращаться к Нему, общаться с Ним. И Он смотрит на нас, как на своих, детей и не по-другому. Конечно, и в семье бывают разные случаи, когда дети бывают непослушны, где-то приступают волю родителей и нарушают ее. Но при том, я не слышал таких слов, чтобы сказали, ты не мой сын и не моя дочь. Я помню, брат Дмитрий Беспалов рассказывает об одном отце, который имел сына непослушного. И второй его учит и говорит, слушай, так ты ему скажи, еще так сделаешь, все, домой не приходи. Он говорит, я бы ему сказал, но ведь это мой сын. Вы знаете, не всегда наше сердце родительское, отцовское или материнское, может понять и вместить действия своих детей, но своего ребенка всегда вмещают. И мы знаем, часто родители бывают даже слепо как бы так отстаивают правоту своих детей, не разобравшись, потому что думают, их ребенок самый хороший. Никто из родителей не думает, что их ребенок плохой, самый хороший. Но у нас Отец Небесный, который дал нам это чудное звание, он стоит за этим и он хранит нас в своих руках святых, потому что мы дороги для него через Иисуса Христа, Сына Его. И второй вопрос, который говорит здесь апостол Петр, он говорит, и ваше избрание, оно естественно сопряжено с нашим званием и наше избрание. Бог нас избрал. Он избрал нас, но не для пустого, не для напрасного времяпровождения здесь на земле. Он избрал нас для того, чтобы мы шли, Христос сказал, и приносили плод, и чтобы плод наш пребывал. Он избрал нас для того, чтобы мы были проповедниками Его благодати и Его царствия для тех людей, которые еще не знают. Сами вдумайтесь в то, что Бог, посылая ангела к благочестивому человеку Корнилию, не возвещает через ангела ему путь спасения. А о чем возвещает ему? Ты иди, пошли людей в Иопию, в доме Сима Накожевника, дом которого при море, гостит второй Сима, называемый Петром. Он придет и скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Братья и сестры, Бог вас призывает для того, чтобы вы в Его винограднике были тружениками и труженицами. Ему нужны люди, которые будут посвящать себя. Ему нужны люди, которые будут трудиться для Него, для Царства Его Святого. И Он хочет этого. Он избрал нас. Никогда Бог не делает так, чтобы вытащил нас, избрал нас, а потом ну ладно, живи как хочешь. У Него есть свои цели. У Него есть свои планы на каждого из нас. И Он будет использовать, если только мы Ему себя полностью предоставим. Если мы будем любить Его, то в 14 главе Иоанна Христос говорит, соблюдите мои заповеди. И говорит, я возлюблю Его и явлюсь Ему сам. Ведь Иисус Христос, Бог, Отец Небесный наш, всегда видит, знает и помнит о каждом из нас. Нет такой минуты, нет такого часа, чтобы Он о нас забыл. Но Петр напоминает и увещает, старайтесь делать твердым. Старайтесь делать твердым. Бог со своей стороны сделал все, но Он всегда для человека оставляет место. И Он говорит, а теперь ты делай. Петр много прошел. Как вы думаете, был такой момент в жизни Петра, когда он не помнил о том, что случилось там, в доме пресвященника? Или потом произошло, Иоанн пишет, на берегу. Помнил Петр об этом? Я думаю, очень хорошо он помнил об этом. Он помнил и знал, что было в его жизни. И потому он говорит, старайтесь делать твердым еще более. Делайте это. А каким образом это можно делать, друзья мои? Что нужно для этого? Конечно, наше усердие. И сегодня напомнено было уже братьями о том, что Слово Божье, молитва, служение Богу, это то, что утверждает нас в жизни нашей. Это то, что помогает нам справляться с искушениями. Это то, что открывает нам глаза. Но не так, как в Эдемском саду, знать добро и зло, а как раз на то, чтобы творить волю Божью. Христос говорит, кто меня слышит, да? Кто обращается ко мне, тот знает, о чем я говорю, потому что его жизнь, она свидетельствовала о его сущности, как сын. Он всегда указывал на отца. Он говорил, отец мой творит. Он говорит, узнает учение, которое я сегодня предлагаю вам. И обязательно это придет в жизнь каждого из нас. Мы будем утверждаться, мы будем укрепляться, мы будем возрастать, друзья мои. И Господу будет приятно смотреть на нас. Как в 53 главе Исаии, видя это видение, Исаия восклицает на подвиг души своей, он будет смотреть с довольством. Да, наш Господь будет смотреть. Это подвиг его души, это его часть, мы. Мы им живем, движемся и существуем. Мы полностью зависим от нашего небесного Отца. Мы полностью вверяем ему в свои жизни. Делайте твердым, не будьте колеблемыми, не будьте теми людьми, которые чем-то увлекаются. Сегодня масса есть всяческих предложений, но, друзья мои, это все пройдет. Мы тоже когда-то были молодыми, и те, которые старше нас, тоже были молодыми, и это прошло все. Хотя и сказано в Писании, что детство, юность, суета, но, вы знаете, и в этой суете не нужно забыть. Помните, как Еклесиас говорит, веселись, юноша, веселись, все хорошо у тебя, все замечательно, но знай, но знай, что за все Бог приведет на суд. Знай, что Бог все взвесит. Не казаться бы нам, как оказался этот царь, не казаться бы нам, как оказалась Ладикиевская церковь, о которой сказано, что они-то как раз считали себя полностью в порядке, все у них было, им было хорошо, но при осмотре Господнем оказалось далеко не так, поэтому я призываю, особенно молодых, но всех призываю, и себя в том числе, чтобы нам не отступать от Господа, чтобы нам утверждать наше звание и избрание, делать более твердым его, потому что это нам необходимо в жизни, и когда мы будем следовать за Господом, когда мы будем служить Ему, друзья мои, никогда не пожалеем, не придет время, чтобы мы разочаровались, чтобы мы отчаялись, потому что апостол Павел 15 главе 1-го 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 он говорит, напоминает, что здесь-то все происходит, но имеет подопеку там в будущем, и он говорит, даже те люди, которые не совсем понимают этот вопрос, должны посмотреть просто на то, что окружает их, когда мы сеем, когда мы что-то делаем, говорим, есть результат, и в жизни нашей, земной, когда мы живем, есть результат в вечности, благословит пусть нас Господь, мы будем стараться, друзья мои, как апостол Петр увещает, это человек, который много пережил, много его случалось в жизни, разных ситуаций, случаев, но остался верен Господу, и был верен Ему, он говорит, старайтесь делать твердым, твердым, непоколебимым, никогда, пусть ничто не сбьет нас с пути, но будем верны Господу, будем служить Ему, будем укрепляться в Нем, и получим больше силы для дальнейшего служения нашего, мы за это давайте, вставшие, помолимся, аминь.